Музыка Музыка Все берега усеяны церквами. Красиво. Музыка 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 Стоит на высоком берегу Волги, по бокам его окружают каменный ручей и речка Шелковка. С южной стороны выкопал оборонительный ров. Субтитры создавал DimaTorzok Наш корабль причалил в пассажирский порт Углича. Отправляемся знакомиться с Угличем. Проходим через ряды народных поделок и забавных игрушек. Понравилась картина местного художника, для которой позировал вот этот мужчина. Так выглядит Углич в 2016 году, 10 сентября. Идем по главной площади Углича, по которой разгуливает вот такая оригинальная женщина, которая шьет сама себе наряды и показывает на улице. Территория Кремля, который ныне Углический историко-архитектурный и художественный музей. Оборонительный ров крепости, который теперь выглядит как пруд. Собор Спасо-Преображенский, 18 век. Построен в Кремле на берегу Волги. Массивное квадратное здание с мощной пятиглавкой. Собор Спасо-Преображенский, 18 век. Постанавливает гу fu wesen. Постанавливает весьма четвергая гравитка. Постанавливаетесьυχ抱ку. Соборная колокольня с часами. Высотный ориентир Кремля. Соборная колокольня с часами. Красное кирпичное здание – палата углических удильных князей и палата царевича Дмитрия, бладшего сына Ивана Грозного и его седьмой жены. Это последний представитель династии Рюриковичей. После смерти Ивана Грозного Дмитрий с матерью был отправлен в углич. Известное событие произошло 15 мая 1591 года, когда восьмилетний царевич был найден зарезанным. Смерти Дмитрия подозревает корица Годунова, который имел виды на царство. Красивая красная церковь Дмитрия на крови поставлена на месте гибели царевича. Этот изящный храм – визитная карточка углича. Стоит на самом мысу Волги. Его первым видят туристы с корабля. Сейчас в храме располагаются музейные экспозиции, в том числе и ссыльный опальный колокол, в который звонили, оповещая об убийстве царевича. История колокола уникальная. После следствия колокол били плетьми, отробили ему ухо, вырвали язык и сослали в Тобольск. И только в 19 веке опальный колокол возвращается в углич. Выходим из Кремля и направляемся в город. Богоявленский собор Богоявленский собор относится к женскому монастырю, основанными княгиней Евдокии, женой Дмитрия Донского в XIV веке. А затем строились сестринские корпуса. И в 1853 году строительство завершилось огромным грузным Богоявленским собором. Песня. И не гнев наводяй на всяк дне, а щене обратитесь в оружие своей чести. Лук свой напряже и уготовы, и в нем уготова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым с неба. На церкви мы налюбовались, а теперь нам интересно посмотреть, как реально живут люди в угличе. Улица у углича троники. Ну и навалял ты дел, товарищ Ленин, тамбовский волк тебе, товарищ. А теперь расхлебывай после тебя, глаза б на тебя не смотрели. Как жить дольше? Возвращаемся. Уставшие и голодные, мы возвращаемся на корабль. Калятинская колокольня, 1800 год. Затопленная колокольня, памятник истории и архитектуры на искусственном острове Углического водохранилища близ города Калязина. Колокольня имела 12 колоколов. Самый большой отлит в честь восшествия на престол Николая II. В советские времена, по проекту Волгостроя, при создании Углического водохранилища, старая часть города Калязина оказалась в зоне затопления. Колокольню оставили в качестве маяка, известна как затопленная колокольня. В 2016 году на ней установлено 5 колоколов. Проводятся регулярно молебны. Субтитры создавал DimaTorzok Закончился еще один день нашего путешествия. Мама, дочь, не ругай, а же так случилось? Ай-яй-яй, чтоб тебя влюбился. Ай-яй-яй, а сердечко бьется, и на выхлопятся, и мы запрещаем. Я ж любила, я страдала, темноточка, гадырна. А теперь любви не стану, и горюю я. А теперь любви не стану, и горюю я. Субтитры создавал DimaTorzok